Так, ребятки, я в Меге, третий видос отсюда, это у нас официальный магазин Apple, премиум реселлер, рестор, здесь стоит на выкладке, собственно, золотой прошка iPhone, и, ребята, хайп будет сейчас, потому что эта прошка, к сожалению, с новым керамик-шилдом, а почему, к сожалению, с новым керамик-шилдом, потому что этот ебучий керамик-шилд уже, смотрите, я не знаю, получится ли передать это на камеру или нет, вот, вот, смотрите, во весь экран идет царапина, вот она, вот видите, это не разводы, ничего, то есть это не грязь, это именно царапина, охуенная, скорее всего, я думаю, было делать так, сюда очень приходит, ну, немного, конечно, да, я уже в начале снимал, сюда приходит какое-то количество людей, которые, в принципе, хотят айфонечки новые потрогать, посмотреть, и, возможно, потестировать вот это, собственно, новое, защитное покрытие Apple, этих стекол, которые в миллион раз стали крепче, скорее всего, может быть, они стали крепче именно вот к такому воздействию, когда телефон падает, да, и оно, как бы, на, не такое хрупкое, но при этом оно стало более восприимчивое, менее устойчивое к царапинам, потому что, смотрите, какое безобразие, это не, еще раз, это не грязь, вот я пальцем, видите, стираю все, и все равно эта царапина, вот, она остается, я ее максимально пытаюсь вам поймать, как она сделана, непонятно, я кольцом поелотил тоже по этому телефону уже, я ничего не смог оставить, я думаю, это или какой-то пылью, или каким-то песком, или еще чем-то, как-то сделали, ну, вот, это есть, 12 про хотите писать? Посмотрите, как вам вот в руке ощущения? Неудобно, вернулись к формату четверки, пятерки, вот эти грани очень мешают. То есть, вы вот взяли и прям сразу ощущаете, что... Ну, неудобно, ну, по крайней мере, я привыкла вот к... А, то есть, вы сходите с этим вот десятым, там, 10С какой-то, да? Пока ты сзади края, уже, как бы, удобно, а вот тут... Чехле, может быть, будет и нормально. А, ну, там они, да, немножко будут сглаживать. А вот так вот, чисто вот этот золотой цвет, уже весь такой, который будет всегда заляпанный, вот, какие... Нет, не симпатизирует вообще ни разу. А то, что экран стал более плоским, вот у вас он же с закругленными краями, а здесь вот он теперь такой, как... Как этим... Как вообще дизайн оцениваете по 10-балльной шкале? Думаю, на троечку, но... На троечку. Думаю, да, но... Они там так старались. Не думаю, что они сильно старались, просто, когда появилась монобровь, то, грубо говоря, люди тоже возмущались, но быстро привыкли. Я думаю, тут так же случится. People have it, короче. В итоге вы ходите с монобровью, и вам все нравится. Вполне возможно, что, да, через несколько лет будете ходить таким. Ладно, спасибо вам за мнение. Ребят, ну, вот, по возможности опрашивают вот людей, которые заходят. Скорее всего, это будет разных видов, видосы, хотя просто, но от того, я думаю, вам будет интересно. Потому что это реально обычные потребители, которые заходят в магазин, берут его и высказывают сомнения. Кто-то так, кто-то так. Вот. Вы напишите, кстати, свое в комментарии. Но самая главная тема, что здесь неебических размеров царапина, и что с ней делось, и как с этим жить. Я думаю, нет, как с этим жить, понятно, это клеить защитные стекла. Кстати, я думаю, сотрудники, вы рады, что теперь клеить стекла проще станет на них? Да, и с теми, и с теми, и с теми, и с теми. Ну, все равно же. Теперь ты здесь вообще изи. Изи, да, ты просто выровнял по рамке, чпок его, и все. Ну, стекла 100%, я не знаю вообще, как люди ходят без стекла. Не, ну, нужно, нужно, да. Потому что, собственно... Даже нет, ну, в первую очередь, не для того, чтобы там от разбить, или от царапин, а чтобы а-ля фубка не стиралась. А-ля фубка, да, да, да. А на стекле ты а-ля фубку стер, выкинул, новое поставил. Ребят, Мега Самара 12 Pro, 12 обычный, уже с царапинами, мнение людей. Погнали дальше. Кстати, еще привезли чехлы УАК, пойдем их сейчас смотреть.